Три года отсутствует газ в новом доме по улице Доходаева в Буйнакске. Вопрос жильцы-переселенцы из ветхого жилья пытались неоднократно решить. Они обращались в Гургас и администрацию города. Но проблема как была, так и до сих пор осталась. Что мешает решить вопрос, выясняла Сакинат Малаева. В этот дом людей переселили из ветхого жилья в 2010 году. Процесс еще тогда проходил очень болезненно. Многие отказывались переезжать, потому что в многоэтажке было много недоделок. Но в конце концов смириться пришлось всем. С тех пор у Найзад еду готовят исключительно на привозном газе. Один баллон удается растянуть всего на три недели. Газа нет. Вот газовый баллон, вот электрические печки. И вот так вот выходим из положения, потому что уже не знаем, куда кому нравиться, уже не знаем. Каждый месяц приобретать баллон по 500 рублей не всем по карману. В доме 80% пожилые люди и инвалиды. Хадижат получает пенсию всего 6 тысяч. И почти все она уходит на оплату за коммунальные услуги. А те сбережения, которые удалось накопить раньше, пришлось потратить на существующие недоделки. Каркасами получили эту квартиру. И сколько потратили, сколько расходовали, чтобы порядок привести. И вот по сей день мучаемся. Я получаю, например, пенсию 6 тысяч рублей. Вот эта пенсия мне не хватает на коммунальные услуги. Постоянно за отопление, за электроэнергию, сколько денег уходит. Вот концы с концами еле свожу. Так же и другие тоже. Еще одна проблема – это совершенно неблагоустроенный двор. Рядом идет строительство двух домов и постоянно натыкаешься на строительные материалы. Там, где обещали детскую площадку, и по сей день, кроме двух мусорных ящиков, нет ничего. А территория впереди дома чаще всего служит автостоянкой для ближайших государственных учреждений, говорят жильцы. Мне кажется, что никто просто ответственность не хочет взять на себя и сделать вот эту работу нормально, довести ее, как сказать, до логического конца. Двор необходимо было огородить. Никаких условий для наших детей здесь нет. Мы здесь живем, мы уже устали от этого, устали. Если пенсионеры платят, например, за электричество не меньше четырех, мы тысячи, тысячи двести, тысячи пятьсот у нас выходят. Это же уже три года повторяется, это же не дело. Пайзул Асельдеров, руководитель товарищества собственников жилья, в поисках справедливости побывал в прокуратуре, в администрации в Горгазе и в министерстве ЖКХ. Добился, чтобы приняли акт о готовности газовой системы дома к подключению. Однако принятое решение так и осталось на бумаге. Когда конец будет, вот это Чехарду, нас заселили сюда из Чехарду 5 и Айвозовска 1, обещая, все готово, позаконно. Должны были быть 56 газовой плиты и подключенный газ, вода, свет. Все должно было быть, но отсутствовало. Разобраться в ситуации мы попытались в муниципалитете города. По словам первого заместителя руководителя администрации Амара Амарова, в том, что до сих пор в дом не подали газ, виноваты жильцы сами. Из-за того, что многие квартиры закрыты и нет хозяев, газовики не могут провести проверку труб на утечку. В течение недели мы пригласим организацию, которая обследует данный дом, даст свои актированные предложения по устранению, если они есть. Остается надеяться, что обещанное не придется ждать еще три года. Тем более, что больше всего страдают именно те, кто постоянно проживает в этом доме. Что касается благоустройства двора, заметил чиновник, то с этим придется немного подождать. Пока идет рядом стройка, проводить работы по этой части просто бессмысленно.